2020 год для сферы здравоохранения выдался особенно сложным. Это связано не только с новой коронавирусной инфекцией, но и с переформатированием работы медицинских учреждений в связи с сложной эпидемиологической обстановкой. С помощью действующего национального проекта здравоохранения было построено шесть фешерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики на общую сумму 52 миллиона рублей. Хочу отметить, что за 2020 год ни одно лечебное учреждение не закрыто и не планируется быть закрыто в 2021 году. В структуру Министерства здравоохранения входят 70 медицинских учреждений, 25 из них расположены в сельской местности. Это огромная структура, в которой функционирует 24 врачебных амбулаторий, 18 участковых районных больниц и 486 ФАПов. Также в 2020 году завершена разработка проектных документаций на строительство нового детского инфекционного корпуса. Отремонтировали центр амбулаторно-онкологической помощи и четыре городские поликлиники. Расходы по отрасли за прошлый год составили 96% от утвержденных годовым лимитом бюджетных обязательств – больше 16 миллиардов рублей. Отчет министра здравоохранения Виктора Мишарина парламентарий приняли. Не согласиться с тем, что в чрезвычайно сложной ситуации отрасль показала себя достойно, сложно. В целом, конечно, видя лично, каким героическим способом врачи в целом спасают пациента, конечно, признать невдовлетворительную работу, конечно, язык не поворачивает. Критические, скажем так, дискуссии у нас была, безусловно, и будет. Но в целом, надо честно сказать, что система здравоохранения с этим наплевом, то, что было в прошлом году, это было для всех, наверное, для вас в том числе, впервые в такой ситуации оказались. Обновили автопарк медицинских организаций. В поликлиники и больницы передано 16 автомобилей скорой помощи класса С и 28 класса Б. Общий объем закупок по отрасли составил почти 10 миллиардов рублей. В 2021 году по программе «Модернизация первичного звена» от здравоохранения планируется построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов и выполнить ремонт в 8 поликлиниках районных и городских больниц. И это лишь малая часть из намеченного плана. Есть чем гордиться и спортивной индустрии. Были отменены многие массовые мероприятия. Однако, несмотря на это, ульяновские спортсмены показали высокий результат, сохранили физическую форму. «Спортсмены наши во время пандемии показали свой характер. Мы создали платформу единую, где проводились спортсмены тренировки, где спортсмены готовятся благодаря этому. И сегодня мы по итогу имеем с вами 4 человека, которые претендуют на участие в Олимпийских играх, 3 человека, которые имеют все шансы попасть на службу в Олимпийских играх». Министр отмечает, впервые за 30 лет у спортсменов Ульяновской области такие высокие шансы принять участие в Олимпийских играх. В 2020 году процент жителей, которые занимались спортом, составил 45,5% от всего населения региона. Из них 77 тысяч человек в сельской местности. К слову, сейчас в регионе успешно реализуется программа «Спорт на селе», которая включает в себя два проекта – развитие инфраструктуры и кадровые политики. На перспективу запланировано строительство новых спортивных комплексов, манежа с полноразмерным футбольным полем и модернизацией стадиона «Локомотив». «Запланировано большое строительство очень много спортивных комплексов. Это и футбольный манеж, это и центр единоборств, это и открытие новых бассейнов на территориях, и развитие такого вида спорта, как хоккей-шаби, амбициозное планирование строительства катков с искусственным покрытием». За отчётный период 8,5 миллионов рублей было привлечено на реализацию 15 проектов в рамках поддержки Фонда президентских грантов. Подводя итоги заседания, парламентарии отметили, что несмотря на сравнительно небольшой срок, в течение которого Рамиль Егоров руководит региональным спортивным ведомством, уже заметна положительная динамика развития отрасли. Александра Никитина, Владимир Куликов, Управда ТВ.